Привет, мои хорошие! Это 350-я попытка снять видео, тег, как я училась в школе, по запросу от моих подписчиков. Итак, начнем. Первый вопрос, на какие оценки ты училась? Или учишься в школе? Я уже не учусь очень давно в школе. И училась я раньше, ну в основном на тройке. Но на самом деле мои оценки зависели от того, с кем я дружу. Вот если я дружила с девчонками, которые любят погулять, то я гуляла с ними, прогуливала школу. Естественно, я ничего не учила, домашнее задание делать не любила. То у меня были тройки и двойки. А если я ходила и с другой подружкой дружила, которая любит учиться, мы с ними перегонки прям учились, то у меня были четверки даже в четверти по алгебре. Представляете, это вообще сложный был предмет, но я его любила, если честно. Второе. Какой был твой самый любимый предмет? Мой самый любимый предмет это был музыка и физкультура. Мы даже с девчонками, с которыми я училась, с одноклассницами, несколько человек нас было, мы подтягивались больше, чем пацаны. По 15 раз подтянулись, как-то нам дали даже значки в школе. Мы любили физкультуру. Но опять же я до сих пор люблю, вы это знаете. Третье. Какой был твой самый нелюбимый предмет? Самый нелюбимый предмет их было два, короче. Это была история, потому что у нас была преподавательница, очень много от преподавателя зависит, у нас была преподавательница, очень жесткая, короче. А она рассказывала, я вообще ничего не понимала, о чем она рассказывает, и она такая какая-то жесткая была, вот у меня информация всю, которую она говорит, вообще не воспринималась, короче. Ну и вообще историю что-то я не любила. Это сейчас интересно, я даже сейчас сама ролики смотрю в ютубе от самых там наших этих царей и королей, и вот дальше, дальше, дальше я смотрю видеоролики. Такие информации, кстати, очень разнятся, то, что нам преподавали в школе, и то, что, ну, как бы сейчас какая есть информация в интернете. И еще самый нелюбимый предмет был география, потому что учительница по географии, она была классная, веселая, вся такая вот, вся такая движниковая, но она так быстро диктовала, что я ничего не успевала записывать, меня это жутко бесило, соответственно, я ничего не писала и ничего не учила. А она такое ощущение, что просто с учебника диктовала, и все. В общем, у меня были двойки по этим предметам, тройки натянутые, поэтому я их не люблю. Четвертое. Сколько у тебя было друзей в школе? Ой, в школе друзей было всегда по-разному, но немного. Я была одних из тех гадких утят, наверное, с которыми так не особо там дружили, да, то есть у нас был свой кланчик, была подружка одна, вторая, там, третья. Со своей одной одноклассницей я дружу до сих пор, потому что мы вообще в одном доме жили, и она моя лучшая подруга, Кристюша, вы ее, наверное, уже видели. Вот это моя одноклассница, с которой я дружила. Но мы и ссорились там, и вообще у нас были контры и бойни всякие такие там. Даже с ней мы ссорились в школе. Но это все детский сад, все это проходит. Главное истинные причины понимать и что за человек знать. Пятое. Ты ходила на дополнительные занятия в школе? Да, я помню, что я как-то ходила на продленки, мне очень там нравилось. Ну, я особо там не училась, я там развлекалась и отдыхала. Шестое. Ты прогуливала школу? Ну, конечно, я прогуливала школу, особенно с седьмого класса. Вообще седьмой класс это самые ужасные оценки, самые ужасные вообще. Я гуляла, просто прорвало меня в седьмом классе. Я вообще в школу не ходила, мне там натянули еле-еле тройки. У меня даже в четверти двойка одна была, я не помню по какому предмету. Ну, в общем, там я походила, поздавала, в общем, натянули мне тройку. Седьмое. В твою школу вводили школьную форму? Ну, это первые классы, первый, второй, тридцать. По-моему, была у нас школьная форма, это было давно. Но потом уже не было школы. Я даже однажды, девочки, пришла в школу. Я пошила со своей подругой, вот, кстати, с Крестюшей. Я пошила себе брюки, так как мне хотелось модно одеваться. Денег не было тогда, были тяжелые, суровые условия. И я пошила из пеньюара, который мне отдала моя мама и подруга. Такой, знаете, голубой шелковый пеньюар. Мы, короче, положили его, там, мои размеры сняли, талия, бедра и длина. И просто вот так вот вырезали, ну, сложили напополам и просто так вырезали штаны, короче. И я наметалась в двух сторон, представляете, я в школу в этом пришла. Они прозрачные, видно трусы, все надо мной смеялись. Короче, вот такая вот я была. Ой, ужас. А вопрос был какой? А, школьная форма. Ну, вот такая школьная форма, что я могла в штанах из пеньюара прийти. Восьмое. Ты часто опаздывала на уроки? Да, я постоянно опаздывала, потому что... И все время находила какие-то причины, потому что я не очень рвалась туда идти. Девятое. Ты всегда делала домашку? Нет, я делала домашку, только как это очень суперважно. Это мне уже там вообще грозит чуть ли не отчислением, да. И, ну, может быть, когда мама за мной следила те годы, я не помню. Да, конечно, она и заставляла меня делать домашку. Но потом я вам скажу, что я никогда не делала домашнее задание. Ни в училище, ни в институте. Ни в школе седьмого класса. Я быстро списывала у кого-нибудь. Или готовилась за пять минут. У меня ум такой был. Ему когда надо, он быстро все такой раз-раз-раз запомнил, выдал. Вышла из класса и забыла. Я так все экзамены сдавала. Десятое. Ты усердно готовилась к ЕГЭ? У нас не было ЕГЭ. Я вообще... Ну, конечно, я готовилась к нему, но у нас не было слабого ЕГЭ. Одиннадцатая. Какой твой самый любимый учитель? В школе. Я любила свой... Классный руководитель у нас был. Сейчас. По-моему, фамилия у нее была Царевна, да? Царевна Елена Валентиновна. Я ее очень любила, потому что у нее была шикарная фамилия. Вообще, она добрая такая была женщина. И какой еще мой преподаватель? Ну, честно говоря, не помню. А, да, помню, помню, помню. Мужчина Василий Кондратич. Это наш преподаватель по музыке. Он был очень классный, и он был похож, мне кажется, на моего папу. Я ему всегда об этом говорила. И мне казалось, он очень добрый, и я к нему очень так вот тепло относилась всегда. До сих пор, когда я его встречаю где-то в нашем районе, я... Ну, как бы, Василий Кондратич, учитель по музыке. Крутой мужик. Двенадцатое. Какое у тебя отношение со своими одноклассниками? Нормальное отношение, но с большинством одноклассников я просто не общаюсь. Я ко всем нормально отношусь, и если я встречу кого-то вот так вот на районе, то, ну, как бы, и поздороваюсь, и улыбнусь, и с удовольствием пообщаюсь. Но я общаюсь с одной своей подругой и одноклассницей, этой Кристинкой. И что-то я не припомню. А, еще Оля. Я с Олей общаюсь. Но мы не встречаемся, мы так вот ВКонтакте общаемся. Но еще несколько человек есть, но, в принципе, нормально. Я такой человек, я, ну, как бы, не держу негатива какого-то. И, в общем, все, что было в школе, если мы даже и ссорились, и особо не общались, то я со всеми поддерживаю отношения, как бы, мне нормально. Тринадцатое. Какой твой самый нелюбимый учитель? Самый нелюбимый учитель, это была, да, учитель по истории, потому что она была очень жесткая. А еще я очень не любила учительницу по русскому языку, и даже однажды ее послала внутри буквы. Но я не горжусь этим, я была не права, потому что сейчас, с высоты своих лет, я скажу, что она была неплохой человек, учительница по русскому языку наша. Она была хорошим человеком. Просто я не любила русский язык, и я любила баловаться. Она меня наказывала за это, и как это, меня при всех там наказывают, отчитывают как-то. Ну, как бы, она то, что была такая мягкая, я позволяла себе многое, хотя я была не права. И если бы она смотрела меня, я бы извинилась перед ней за все, что говорила на нее и думала плохое. Четырнадцатое. Как должна выглядеть твоя идеальная школа? Моя идеальная школа, это все должно быть построено в игровой форме. Ничего не должно быть обязательного. Я считаю, что в школе детей должны не заставлять, а заинтересовывать. И, может быть, даже было бы классно, чтобы человек, ребенок, да, который уже, в принципе, что-то понимает, чтобы он попробовал какие-то вещи, чтобы он мог выбрать сам себе предмет, чтобы он развивался усиленно, например, в каких-то направлениях, да, зависит от воспитания, от его внутреннего желания, чтобы не давлели на него в школе учителя. Учителя не должны, я считаю, вообще ничего заставлять, не ругать. Я считаю, что не должно быть вообще двоек в школе. И, в общем, нужно больше психологии, чтобы были психологи. И реально психологи работали над детьми. Они выявляли их какие-то творческие способности, какие-то их наклонности, и направляли их на те предметы, которые бы им нравились. И, опять же, я хочу, чтобы, ну, я бы хотела, чтобы учителя и все, да, допустим, они были включены как-то и по-игровому, чтобы не было такого, как у меня, например, было в школе, когда преподаватель читает просто со своего учебника, да, ты это все записываешь, у тебя же ручка, рука болит, и ты, короче, весь там уже не можешь, уже занемело все, так все время было. А потом ты просто все это учишь. Короче, я не люблю вот эти непонятные вещи, да, и, в общем, все должно быть интересно. Наши учителя должны заинтересовывать. Естественно, никакой школьной формы, все должно быть свободное. Никаких ЕГЭ, вот этих вот экзамены там и так далее. Не знаю. Мне школа немного дала, я так могу сказать. И я немного взяла, могла бы брать больше от этого всего, но взяла немного, потому что, именно потому что я видела, что какие-то учителя самоутверждаются за счет детей, да, где-то поругать, поставить двойку. Если ты учишь математику, то каким образом, допустим, по математике у тебя стоят в журнале оценки за поведение? Это вообще никак не должно быть, это не должно влиять. Если ты учишься, допустим, по математике на пятерке, и тебя наказали, поставили тебе в журнал двойку. Я помню, что нас часто этим, ну, как это, шантажировали, короче, наши учителя. И если человек не хочет заниматься физкультурой, не хочет бегать там, я считаю, что в школе не должны заставлять. Этим должны заниматься родители, они должны отправлять куда-то, вот платить за это деньги, разговаривать со своим ребенком, чтобы он хотел заниматься, ходить в кружки, а не так, чтобы в школе. Короче, я не люблю слово надо, и я не хочу, чтобы детей заставляли. Хочу, чтобы было больше свободы у детей, и чтобы их больше мотивировали, короче, работали с ними. Вот и все, и последнее, кому я хочу передать этот тег, я бы очень хотела передать тег, это блогеру с моего города Ростова-на-Дону, Лине. Ее канал называется Дьяволина. И это девочка, которую я обожаю, у нее на канале покупочки фикс-прайс, я благодаря ей полюбила фикс-прайс, так как я люблю его сейчас. Стало больше видеть, у меня открылись глаза, что фикс-прайс реально круто, благодаря ей. Хочу передать ей этот тег, хочу тоже послушать, как она училась, и вообще ее взгляды на вот учебу, и вот такое вот все. Оставлю ссылочку на ее канал внизу, проходите, смотрите и ждите, когда она снимет этот тег. Ставьте лайки, если понравилось, пишите в комментарии вопросы, если остались. Подписывайтесь на канал, кто в первый раз. Я с вами прощаюсь, с вами была Селена Свой. Пока-пока, увидимся в следующем видео. Пока-пока.